Здравствуйте, уважаемые студенты. Сегодня мы продолжаем цикл лекций по истории Казахстана. И мы сегодня переходим к одному крупному блоку, второму блоку в изучении нашей отечественной истории, который носит общее такое название «Тюркская цивилизация и Великая степь». В рамках этого блока мы будем рассматривать с вами две крупные темы. Тема номер два, которая звучит «Великая степь в период Золотой Орды», «Образование казахской народности», «Этноним Казах» и «Казахские жузы». В рамках этой большой темы нашим первым вопросом будет являться тюркский фактор в истории, в этнополитической истории Казахстана 9-12 веков. Это то, чем сегодня мы займемся. Вторая лекция «Великая степь в период Золотой Орды», в которой мы отнесем хронологические рамки с XII по XV векам. Далее нашей третьей темой в этом большом блоке будет являться рассмотрение истории казахского ханства в XV, начале XVIII веках, культуре казахов с XIV до начала XVIII века. И в рамках этой темы мы будем рассматривать непосредственно историю казахского ханства с XV по XVIII века и культуру казахов с XIV по XVIII века. Вот это тот круг вопросов, которые мы будем затрагивать в нашей теме. Но переходя уже непосредственно ко второй нашей теме изучения «Великая степь в период Золотой Орды», которая очерчивается хронологическими рамками с XIII по XV века и образования казахской народности, наша главная задача в этой теме, в первой лекции понять тюркский фактор, изучить тюркский фактор в этнополитической истории Казахстана IX-XII веков. Конечно, переходя к этому большому вопросу, потому что мы переходим не только к изучению тюркской цивилизации, но и к изучению вообще средневековой истории Казахстана, а я напомню, что на прошлом уроке мы говорили с вами о древнейшей истории Казахстана. И говоря уже о начале тюркского периода, мы можем говорить об эпохе средневековья, которая начинается именно с появлением тюркских государств на территории Казахстана. Изучение этого периода, оно непростое, потому что оно охватывает огромные хронологические рамки и существует различная периодизация опять-таки этого данного периода. Я же, конечно, хочу застрить ваше внимание, что, допустим, тюркская цивилизация, по мнению многих авторов, включает в себя следующий этап. Первый этап – это сам прото-тюркский этап, с которого начинается рассмотрение тюркской истории. И в этот прото-тюркский период, в период, который был до самого появления тюркского периода, тюркских государств, включается конец неолитической эпохи и энеолитический период. То есть еще эпоха камня. То есть эпохи камня начинают рассматривать данную периодизацию. Ограничивается он шестым-третьим тысячелетиям до нашей эры. Сюда же также включают после завершения эпохи камня, эпоху бронзы, второе тысячелетие до нашей эры, и с XVIII по XVIII века, вернее, с XVIII по XVII и до XIX веков до нашей эры, до поздней бронзы, затем ранний кочевой или Железный век, первое тысячелетие до нашей эры, и с XVIII века, с XVIII веков по I и II века до нашей эры. Это все у нас первый этап, прототюркский так называемый этап, который предшествует появлению тюркского периода непосредственно вода. И изучение этого периода, конечно, бесспорно, рядом историков уделяется ему большое внимание, потому что считается, что это очень важный аспект в изучении тюркской истории. Мы не можем сразу перейти к изучению, потому что история непрерывна. История – это целостный процесс. Мы не можем сказать, что мы начинаем изучение тюркского периода с V века н.э. Мы должны знать всю историю, предшествовавшую появлению тюркского племенного союза. И затем уже так второй этап в этой периодизации занимает непосредственно уже тюркский период. Ученые делают хронологические рамки, начиная с I по III века до н.э. И заканчивается так называемый тюркский период в XIV – началом XV века н.э. То есть, если посмотреть, это очень огромный период. Будем говорить, он начинается у нас раньше в Казахстане, нежели, допустим, в Европе. Или в других частях света. И, конечно же, начиная изучение тюркского периода с прото-тюркского периода, конечно, мы делаем акцент, чтобы понять историю появления тюрков. Но первые упоминания о прото-тюркских племенах имеются в китайских источниках. Для нас, для нашей истории это является очень важным источником по изучению истории прото-тюркского этноса. И датируется 1764 годом до н.э. Именно благодаря вот этому источнику мы можем понимать, что именно первые упоминания касаются именно до нашей истории в 1764 году. Ну и, конечно же, в китайских источниках, как раз мы заговорили о китайской историографии, это прежде всего гунны являются прото-тюрками с точки зрения китайских историков. Почему? Потому что история гунов – это очень обширная история. И, бесспорно, она не могла не повлиять на историю развития нашей отечественной истории. Также нужно сказать, что еще хотелось бы мне сказать, что история тюркских государств, сам тюркский период, он помимо того, что очень огромный в историческом и хронологическом аспектах, это история сменяющихся друг друга тюркских образований. Но вот в этом отношении тюркский каганат является наиболее показательным примером, потому что является примером опыта государственного управления древних этносов. И впервые тюрки переняли этот опыт удачно и создали Евразийскую империю, которая и вошла в историю под названием тюркского каганата. Ну и на основании этого тюркского каганата строилась последующая история всех племенных союзов. Это государственность Агузов, государственность Тюргеши, государственность Карлуков и многих других тюркскоязычных этносов Средневековья. Но прежде чем приступить к, допустим, сменяемости тюркских государств, хотелось бы мне, конечно, остановиться и чтобы вы записали, и чтобы у вас была эта информация именно в том варианте, в котором я озвучу. Но, конечно же, самым первым тюркским государством на территории Казахстана это являлся тюркский каганат. Он существовал с 552 по 603 годы. Будем говорить, для многих тюркских государств данная периодизация и они были все недолгими, эти государственные устройства. Конечно, на что существовали свои определенные объективные причины. Вот тюркский каганат просуществовал практически, будем говорить, почти не более 50 лет. Для истории, конечно, это очень небольшой период. Затем ему на смену с 603 по 704 годы нашей эры пришел западный тюркский каганат. То есть тюркский каганат, вы помните, в результате раскола был поделен на левое и правое крыло, на западное и восточное, можно так сказать, потому что в литературе есть разные толкования данного процесса. И вот как раз таки западный тюркский каганат, это была западная часть тюркского каганата. Она была очень большой, весомой по своим географическим меркам. Но если говорить о протяженности тюркского каганата, то можно сказать, что тюркский каганат простирался с запада с Черного моря и на востоке до Охотского моря. То есть практически вся огромная часть евразийского материка. То есть, конечно, управлять таким государством было очень непросто. Держать государство, держать в подчинении такое огромное количество народу, это было очень непростым таким делом. И то, что в истории произошел такой раскол, это вполне очевидно. И большой тюркский каганат, он разделился на западный тюркский и восточный тюркский. Конечно, для нашей истории изучение западного тюркского каганата является наиболее оправданным. Почему? Потому что вся территория Казахстана входила в этот западный тюркский каганат. Полностью. Мы все были в одном едином государстве. Вся территория Казахстана и территория, которая прилегает к Казахстану. После того, как, конечно, внутренние распри и междоусобицы не были, как говорится, новшества для западно-тюркского каганата, он прекратил свое существование в 704 году. И в 704 году по 756 годы, обратите внимание, опять-таки, 52 года, да, был образован тюркешский каганат. Тюркешский каганат, который тоже вошел в историю бесспорно отечественную. И тюркешский каганат, как и многие другие, государственное образование сыграло свою важную роль. Но, опять-таки, через 52 года был образован карлукский каганат. Карлукский каганат, который пришел как раз-таки с 756 года по 940 годы. И нужно отдать должное, что этот каганат, он просуществовал гораздо больше, чем все его предыдущие и последующие каганаты. Ну, в истории, если немножко отойти, да, и перейти к непосредственно историческим событиям, нужно сказать, что в пятом веке были известны такие крупные имена и племенные союзы, как Блак, Чигиль, Ташлык. В составе девяти племен уже в 746 году со территории уйгурского каганата эти племена были изгнаны в Семеречи. И по приходу в Семеречи сразу началось вытеснение агузов, и карлукский каганат утвердился более чем на 200 лет. То есть мы теперь видим государственное объединение, которое не существовало 50 лет, как предыдущие, да, а именно существовало более 200 лет, если быть точнее, это 216 лет. Это приличный срок для государства средневекового уровня. Столицей государства Карлука был город Суя. И существует источник, согласно арабского географа Ибн-Хаукали, требовалось ровно 30 дней пути, чтобы пройти земли карлуков. То есть ровно месяц нужно было на караванах обходить эти земли, и в течение месяца можно было преодолеть это расстояние, которое было очерчено географически, как государство карлуков. Это, конечно, очень большой объем территории, можно так сказать. В своей книге «Хулут аль-Адам» говорится о 25 городах, которые существовали у карлуков, и множество поселений. Основным религиозным верованием, официальным религиозным верованием, стала для них исламская вера. И карлуки, придя уже и вытесненные всеми речи, они осваивали и развивали, поднимали свою цивилизацию, осуществлялся ее интенсивный рост, и появились такие города, как Кулан, Меркея, Хаялак и многие другие. Это говорит о том, что перед нами оседлая цивилизация, которая сразу начинает осваивать территорию, поднимать, строить города. Есть религия, что способствует построению и развитию культовой архитектуры, духовной культуры и многое другое. 25 городов было отмечено у карлуков. Племена, которые населяли карлугский каганат, владели уделами, а власть Джабгу над ними стала формальной. Но Джабгу это новый для нас термин, это титул тюркского правителя, так могли называть правителя города, правителя какого-нибудь масштабного какого-то округа. Все это именовалось одним собирательным понятием Джабгу. И также нужно сказать, что власть над этими уделами была чисто формальной. И на рубеже уже 9 века, 10 веков была создана карлугская митрополия христианцев. То есть христианская религия уже, которая появилась в первом веке нашей эры уже к 9-10 векам, уже начала свою миссионерскую деятельность. Вождь карлугов сам непосредственно носил титул Джабгу. А в 840 году до распада, еще за 100 лет до распада, он стал именовать себя Каган. Каган это общее название. И это не обязательно только в карлугском Каганате правители называли Каган. Каган это собирательное понятие, которым называли верховного лидера, верховного правителя того или иного Каганата. Неважно. Вот поэтому это общее такое собирательное название. Но также нужно сказать, что политическое и культурное устройство карлуков, кемаков, агузов было на одном уровне. Главное их занятие это было кочевое скотоводство, коневодство, овцеводство. Земледельцы сеяли просо и торговали пушнины. То есть мы можем сказать, что на территории карлуков, конечно, главным видом хозяйства было все-таки смешанный тип хозяйства. Это и земледелие, и скотоводство. И также это охота, это собирательство и многие другие виды занятий. Так, ну и теперь непосредственно, когда я озвучила, что будет все-таки главным хозяйством, как они ведут себя, какой образ жизни, полуоседлый образ жизни, конечно, характерный, если племена живут на юге, да, вот. И тюркская эпоха, конечно, сменялась государственными образованием друг за другом. Вот мы сейчас сказали о Карлукском Каганате, да, с 756 по 940 годы. Следующее, государство Огузов. Государство Огузов. 9-е начало 11 веков. Это у нас государство Огузов. Я специально делаю паузу, чтобы вы могли записать. Следующее, после государства Огузов, государство Кимаков, Кимаков, который характерен, опять-таки же, с 9 века до начала 11. С 9 до начала 11. Следующее, следующее государство, которое появляется на смену Кимакскому государству, это государство Караханидов. Государство Караханидов. Здесь мы обозначим, что от 942 по 1210 годы. 942-1210 годы. Следующее государство, государство Каракитаев. Каракитаев. С 1128 по 1213 годы существовало государство Каракитаев. Совсем немножко. Далее. Следующее образование государства Найманы и Кирии. Найманы и Кирии. Это 10-12 века. 10-12 века. А когда они вместе объединялись и создавали одно общее государство. И последнее, государство Кипчаков. Государство Кипчаков. Это начало 11 по 1219 годы. Вот государство Кипчаков, как и, впрочем, и другие племена, здесь мы можем сказать, которые вошли ограниченно, органично в формирование казахского народа, казахского этноса. Каждое из них, оно имело огромное значение. Нельзя сказать, что они появились в одночасье. И все как бы осуществляли вот эту государственную деятельность на протяжении столького, стольки большого времени. Мы выписали с вами то есть самые известные в источниках тюркских государств, которые именно имели место быть до падения, перед падением, после падения и так далее. Вот. И поэтому я хочу, чтобы эти данные были у вас, чтобы вы могли в них ими пользоваться. Так. Ну, значит, сейчас я хотела остановиться на гунах. именно непосредственно о том, какие цели они преследовали, да, почему их рассматривают в качестве прото-тюрк, хотя вот мы буквально почистили это все. И сейчас мы будем говорить о том, какую роль все-таки сыграли гуны в истории Казахстана. И сейчас до этого, до того, как я говорила о периодизации, о появлении, о сменяемости тюркских государств, я говорила, что прото-тюрки гуны, которые упоминаются в китайских источниках. Каковы же были цели? Мы знаем в истории такие события огромные, которые связаны с историей гунов. Это великое переселение народа, да, вот именно оно связано с гунами. Гуны оставили отпечаток именно на истории, средневековой истории, тюркской истории, да. Но перед ними стояла всегда задача переселить часть своего населения в других местах, в других географических зонах. И перед ними всегда был выбор, куда же двигаться для того, чтобы поселить большую часть своего населения. Конечно, у них было, они могли рассматривать разные направления. Во-первых, сильно уходить на север, это очень сложные, сложные климатические условия. Уходить на юг, там владение китайцев, да. То есть на запад, уйти на запад, это было самым оптимальным вариантом. Поэтому они были настроены осваивать одно направление, это запад. Но нужно сказать, что переселение гунов происходило не в одночасье. Это непростой вопрос. Он занял много лет, много лет. Сначала они дошли до Центрального Алтая, а затем в IV веке до н.э. на границах царства Янь, Джао и Цинь в целях обороны от гунов были сорушены крепостные стены. Это тоже широко известный факт. Широко известный факт. Великая китайская стена как раз и есть то ограждение, тот плацдарм, та защита, которую выстроили из себя, выстроили древнее китайское государство в защите от гунов. То есть их набеги не были для них новостью и они ждали их всегда в любой момент. Поэтому в китайских летописях именно протокюрков, живших на севере великого западного Джоу в 1122 по 771 годы до н.э. назывались Сянь Юнь, впоследствии Сюну. В переводе, не в переводе, а в период правления царства Джанго китайцы северных соседей уже стали называть Хюнну. Хюнну. Доказано, что наша родина стала колыбелью своеобразной степной цивилизации, которая сочетала в себе несколько культур, земледельцев, скотоводов, культуру города, степи и так далее. Города образовывались в поймах рек, между речи, в соединении континентов, на трассе караванных путей, так как города были центрами сосредоточения торговли, ремесла в разных регионах. Ну, я думаю, что мы на этом прервемся. Да, сегодня было достаточно много информации и на следующем занятии я познакомлю вас, как развивались события, да, какие еще тюркские образования имели место быть и какой вклад они внесли. все, спасибо большое, до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова